Виктор Родионов инвалид с рождения. Он говорил и ходил с трудом, но ежедневные занятия спортом поставили его на ноги. А локопед помог восстановить речь. Сейчас Виктору 23. Он играет в театре, поёт и рисует картины. На этой выставке у него сразу несколько работ. Меня пригласили подрисовать сюда, в выставочный зал. Я подумал, почему бы и нет. Попробовать надо уже не все. Все картины Виктор придумал сам. Вот это любимое, берег. Вдохновлённый вспоминанием о лете, он нарисовал её за два дня. Всего на выставке более 50 полотен. Их авторы – люди с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывать их творческие способности помогает руководитель из-за студии Дмитрий Дикарев. Как признаётся мастер, работа непростая, но того стоит. Они раскрываются. Кто в графике раскрывается хорошо, я имею тушь, перо. Кто довольно в живописи, цвета локально берёт. Вот они делают какую-нибудь копию, делают. И все по-разному смотрят на этот мир. Просто наша ещё задача предстоит открыть этот мир, чтобы раскрепостить людей. Пейзажи, натюрморты и многофигурные композиции. На творчество особенных художников пришли посмотреть не только родственники, знакомые и просто неравнодушные люди. Общество должно сегодня не смеяться над подобными людьми, не отталкивать их от себя, а принимать. И чем больше мы будем людей принимать, тем больше ответ адекватный, нормальный мы увидим. В том числе и возможность насладиться работами и фантазией, и творчеством этих людей. В день открытия выставки художники благодарили своего руководителя за предоставленный шанс проявить себя. В ответ услышали поздравления, а самые активные получили дипломы, отметили и Виктора Родионова. Такая награда для него – стимул для продолжения творчества. Юлия Чулария, Роман Авраменко, Липецкое время.